6 августа, в день благоверных князей Бориса и Глеба в Екатеринбурге, состоится крестный ход. Молитвенное шествие пройдет от места русской голгов и храма на крови до места строительства храма в честь князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Примечательно, что эти сыновья, святые равнопосленного князя Владимира, крестителя Руси, открыли путь жертвенного служения правителей Богу и Отечеству, завершил который как раз император Николай II со своей семьей. На протяжении многих веков от благоверных князей до царственных страстотерпцев продолжалась духовная преемственность святости власти. Многие правители российские явили собой пример благочестивой жизни воплотили идеал православного правления, гармонию и соработничество церковной и светской власти. Та самая мысль, которая сейчас бытует, что во власти есть только одни плохие люди и какие-то взяточники, коррупционеры, хороших нету. Эта мысль плохая. А почему? Потому что она разделяет. Она говорит, что мы хорошие, а те плохие. Это неправильно. Конечно, во всяком обществе есть хорошие и плохие люди, но нужно стремиться объединяться, нужно стремиться находить общий язык, нужно стремиться учиться поддерживать друг друга. И вот один из лозунгов, которым будет сопровождаться, под которым будет проходить крестный ход, это святость власти. Одним из организаторов молитвенного шествия будет фонд святого Дмитрия Солунского. По благословению правящего архиерея митрополита Кирилла, этот фонд возводит храмовый комплекс в честь собора благоверных князей и княгинь российских. Это своеобразное выражение надежды на то, что святости власть в нашем Отечестве и сейчас могут быть едины. Первым в Кировском районе появится Борисоглебский храм. Долгожданная для местных жителей закладка первого камня состоялась в ноябре прошлого года, в день памяти святого Дмитрия Солунского. Место строительства и станет конечным пунктом крестного хода, который пройдет по улицам города в понедельник. Крестный ход начнется в храме на Крови после Божественной Литургии в 10 часов утра и пройдет до пересечения улиц Блюхера и Раесского, где будет строиться храм в честь святых старстотерцев благоверных князей Бориса и Глева. Всех вас приглашаю. Приходите помолиться о строительстве храма и о том, чтобы Господь через нашу молитву воскресил наши души и духовную жизнь в нашей стране.